Икарус, Икарус Вот оно, священное место водителя Икаруса Вот сюда мы клали багаж Вот это вот багажное отделение Здоровое такое там Что я естественно помню Вот эти автобусы были очень чертовски мягкие И мне казалось это чем-то таким вау По-моему сюда в в аду заливали Казахстан, Узбекистан и через Таджикистан заезжали в Афаткел Вот это здоровое, как всегда, переключение, передач Мне лет 26 уже, а я все как маленький Хлебом не корми, дай в технике посидеть Это место мне тоже очень нравилось Потому что здесь всегда пахло выхлопными газами, соляркой Посидели, смотрели в окно и ехали Как я проезжал по Ташкенту, по Душанбе В же самом спидометр, воздушка Масло, температура ОЛЕ, топливо, вольтметры и обороты Красота, красота Запах Запах Вот сюда мы клали багаж Вот это вот багажное отделение Здоровое такое там Орешную класть клали внутрь Вот он тоже, по-моему, на пневме Опущенный Икарус, Икарус Вон там у него горловина для заправки По-моему Или масло, или что сюда заправляли Так, сейчас понюхаю По-моему, сюда в воду заливают В воду заливают сюда Для охлаждения системы Да, в воду заливают, если не ошибаюсь Ох, вот этот скрип еще Вот она гармошка Нерабочая Вон, в ящик для аккумуляторов Вон у него этот знаменитый поворотный механизм Они еще наискось шли Когда у них механизм изнашивался Они вот так вот чуть-чуть наискосок шли И издалека создало впечатление, будто он согнутый Напополам То есть у него передние колеса Если вправо, то эти влево Ну, короче, вот так вот Зеркально они поворачивают Колеса задние Дежурный Это, по-моему, я не знаю, какая модель По-моему, 67-й какой-то там Может, даже другой Красота Красота Вот так вот Вспоминайте детство Недурово Запах Запах 92-го Вот оно Совершенное место у водителя Икаруса Классно Мне было годика 4, наверное Если не ошибаюсь Или 5 лет мне было Дядя мой водил такой Икарус И мы ехали куда-то В Баткен, по-моему Мы тогда через границу ездили В Казахстан Узбекистан И через Таджикистан Заезжали в Баткен Потому что внутри Кыргызстана еще Ну, дорога была Но там запрещено было По перевалам Передвигаться вот таким Большим автобусом Потому что там Очень крутые серпантины Вот И в то время Когда границы еще открыты были Автобусы вот такие ездили Через границу Ну, мы доезжали В среднем за сутки Вот Что я из детства помню Вот эти автобусы были Очень чертовски мягкие И мне казалось Это чем-то таким Вау Ноу-хау Самые технологичные автобусы Вот Ну, место водителя, конечно Меня всегда нравилось Я всегда сидел На пассажирском сидении Ближе к водителю И всегда смотрел Как водитель управляет автобусом Переключает передачи И все остальное Запах дизеля вот этот Незабываемый Мы еще помним тогда В детстве Когда границу переходили Автобус весь выгружался И сюда заходили пограничники Узбекские, казахские, таджикские И полностью шмонали автобусы А мы с грузом дальше проходили Вот Садишься в такие автобусы И у тебя такие приятные воспоминания Из детства Ну, кто на них ездил, конечно Сейчас таких людей все Меньше и меньше Моего поколения Ну, в плане того, что Таких автобусов уже нету И вот в таких вот местах Благо спасибо таким людям Как Виктор, Алексей Которые сохранили вот эти автобусы И Дают людям такую прекрасную возможность Вернуться в детство Вспомнить Свои былые времена Вот так вот Эх Ностальгия Приятно мне Приятно Интурист В советское время На них клеили наклейки Интурист Сейчас пойдем По салону Пройдусь Вот она Органы управления Вышние Лампочки Индикаторы Ну, здесь в принципе Как на том же самом Спидометр Воздушка Масло Температура ОЖ Топливо Вольтметр И обороты Тот же самый Рабамановский Мотор Тот же самый Рабамановский Мотор Вот такой вот Красавчик Вот эти его Здоровые стекла Мне еще нравились Как у него Дворники работали Как-то необычно Вот эта здоровая Кочерга Переключения Передач У меня лет 26 уже А я все Как маленький Хлебом не корми Дай В технике Посидеть Дай в технике Посидеть Вот они Удобные кресла Вот сюда Клали ручную кладь Потом Снаружи Покажу Багажное отделение Вот эти вот Сидения Как будто Из самолетов Я еще Любил сидеть Сзади Вот это место Мне тоже Очень нравилось Потому что Здесь всегда Пахло Выхлопными газами Соляркой Задняя дверь Вот такие Красавцы Вот так мы сидели Смотрели в окно И ехали Как я проезжал По Ташкенту По Душанбе Или по Душанбе По Ташкенту Я точно проезжал Смотрел в окно Куда-то Мне всегда нравилась Вот эта дорожная Романтика Ну кто в теме Тот поймет 20 лет назад Почти это было Даже больше 22 года назад было Вот так вот Мы не молодеем Но Нам приятно Вот так вот Вспомнить детство Вот она Гармошечка стоит Рядом 280 Он весь ржавый Правда Но пойдет Еще ездит Еще ездят На механику Допускают Водить только С категорией По моему Дэйли Тот кто уже ездил На 256 Меня допустили Только На автомат На 677 Даже Знаете У икарусов Автобусов У них вот эти Лампочки Даже другого дизайна Не то что В Лиаде Старые Советские Даже дизайн Здесь другой Я забыл С какой стороны Какая же страна Выпускала Икарус Это Не вспомню Ну Кому интересно Тот загуглит Посмотрит Вот такой вот Красавец Ручка КПП Вот здесь Обычно Сидел гид И через микрофон Где-то Вот здесь По-моему Крепление Для микрофона Объявлял Остановки Не остановки А экскурсии Когда вел Он рассказывал Вот это зеркало Ну автобусом скажу Управлять это Нужен опыт Так с легковухи Пересесть на автобус Это тебе не Не абы Надо опыта набирать Управлять это